Всем привет! В одном из видео кто-то спросил меня, а какие породы у моих кур? Если честно, они у меня, как можно сказать, беспородные, деревенские, или я их называю поместные, разнопородные. Это мне ближе, в общем, почему? Потому что, ну, по внешнему их виду породы некоторые читаются, и явно видно, что курочка помешана или получена от породной птицы. И, честно сказать, даже любая там самая запущенная деревенская курица раньше была породной птицей. Курицей какой-то породы определенной. Сегодня я хочу их посмотреть, вам показать, примерно сориентироваться, к какой породе у меня относятся петухи, Немножко курочек посмотрю, ярко выражено, если видно, будет по породам. И хочу вот сейчас, ну и хочу попробовать на безмене взвесить, получится или нет. Ну вот, смотрите, стоит вот один петушок. Я немножко подготовился. Он похож, конечно, на юрловскую голосистую породу. А вот там серенький, Петька, там в нем, конечно, намешано, мама, не горюй. Там что-то, видно, есть у него и от ликбара, возможно, может, там рокса немного подмешано. Похоже, так, конечно, по консистенции он, что-то им, геркулеса. Я, конечно, не разбираюсь хорошо в породах, но вот сейчас я их двоих попробую взвесить, так как это дворовые, они тут двор сторожат. И пойдем дальше смотреть. Он там кричит во все. Да, кстати, вот эти, вот этот петушок, юрловский голосистый, который похож, у него есть брат, они с одного выводка, это самые первые петухи. У него гребень другой, я вам покажу. Так, серого взвесил, 3,250. Есть еще вот такой Петька у меня, убежал он, красивый. Ну, это вот этот красавец, я сейчас его буду ловить. Выгнал всех. Вот второй брат. Это вот юрловский тоже голосистый, но у него гребень, видите, какой. И у него хвост, он дрался постоянно, у него или хвост отмерз зимой, или что-то не понял. У него, в общем, перышки на хвостике не растут. Сейчас я поймаю его и братцы его, вот, видите, они одинаково раскрасаны совершенно. Просто гребни разные. Сейчас я их взвешу. По девчонкам ничего нельзя сказать, на кого они похожи. И рыженькие, и кремовые, и с гребешками, вот видите, на бок есть. И черные. И вот как амроксы, вот там сидит. Такая есть. Вот такие есть, как амроксы, серенькие. Вот она тоже, серенькая. Какая-то кремовая, вот такая есть курешка. Вот она с гребнем вот такая ходит, на бочок, курочка тоже. Вот этот с тигровым пером, который ходит, вот он он, возле белого. Он похож на, может, маран подмешанный какой-то есть. Я нашел еще есть какой-то банкирский джунглевый петух, но навряд ли это он. Но вот такой красивый окрас. А белый похож, конечно, на легорный. Но только у него не прямой гребень, а помешанный уже такой клубниковидный гребень. Окурки вот есть такие мои, как первомайские тоже. Или сусексы. Вот что-то похожее есть. Дайте я вот бешусь. Врачи, блядь. Пошли, блядь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре килограмма. Давай, давай. Без хвоста, который четыре килограмма весит. С огненным хвостом три сто. Белый петушок весит три килограмма сто грамм тоже. А вот у меня петушок с утками сидит, красивый такой. Он очень похож, конечно, на загорскую лососевую. Вот помесь, видно, какая-то есть у него от загорской лососевой. Он не должен быть тяжелым, я его взвешу. А вот какой гибрид у меня, видите, получился. Он бородатый и серо-рыжий какой-то петух будет. А вот там как галлан получилось. Это курочка, видно, будет. Черная бородатая курица называется галлан. У меня были галланы, я покупал немножко. У меня две курицы есть. Одна черная, прям бородатая, а другая, прям из того же яйца, получилась черно-коричневая. Но бородатая тоже. Так, сейчас мы взвесим петуха. А то он прячется. Вон он. Секунд. И голосистого одного снимем. Вот этого рыжего снимем. Ну, он похож, конечно, на либо Кучинское юбилейное, либо Ньюгемпшир. Ну, не знаю, что это, конечно. Но вот похож тоже на какую-то породу. Сейчас мы их тоже взвесим. Я подпишу. Все обязательно. А-а-а! Конечно, взвешивать их еще то мучение. Они истошно так кричат. Ужас тут, наверное, соседи думают, что творится. А-а-а! Загорский лосось едет 2,500. Индюки все в шоке, не понимают, орут. Что здесь творится? Да? Взвесил я этого петушка. Весит он 2,800. Ну, поэтому вот этот, который на загорского лососевого похож окрасом, они поменьше весят. Может быть, поэтому их и били петухи в общем стадии. Я их сюда пересадил. Ну, вот такие у меня петухи. Куры разные-разные. Их снимать я не стал. Показал просто петухов. Вес их показал вам. И я считаю, что новичкам лучше заниматься, конечно, простой курицей. Разнопородной, как можно сказать, деревенской. И я считаю, что это самый лучший первый опыт. Они непривередливые, они более устойчивы к заболеваниям, потому что кровосмешение разных пород все равно усиливает иммунитет. А дальше можно заниматься породными курами. Я, конечно, сейчас уже хочу заниматься породными курами. Конечно же. Мне это интереснее уже становится. Но сразу хочу отметить. Если вы планируете держать курочку на яйцо, то вот такие разнопородные куры самое что ни на есть прекрасно. Да, конечно, при смешении там могут получаться тушки не очень большого размера. Но, хотя у меня петухи очень даже неплохой вес имеют. Даже эти два маленьких, которые весят 2,500 и 2,800, ну, считаю, неплохие петьки. Яйцо несут они так же. Не меньше, чем 180-200 яиц в год точно. Поэтому всем успеха, удачи. Заводите курочек. Потому что куры на подворье в основном всегда бывают. У всех, кто хочет жить в своем частном доме. Не всегда могут быть индюки, не всегда могут быть утки. А куры это яйцо, это мясо. И причем разнопородные куры, конечно, это красивое украшение вашего птичьего двора. На крики оры, индюки как сильно реагируют. Ну, и стошно петухи вот кричали. Особенно эти голосистые. Эти кричат с одной стороны, эти с другой стороны. Ну, все, все пережили взвешивание успешно. Отлично. Ну, вот такая черная, вот она бородатая курочка. Вот она, бородатая курочка. Ну, у нее бородка что-то сейчас слезла. Слегка линяет, может, курица. И вот ее видно. Стородич будет вырастет. Тоже будет такой же. А у нас опять вот пожары, дымит все по округе. Это опять там у нас посадки и лес посаженный, сосновый, дубовый. Вот что-то где-то там горит. У нас вообще пипец весь день опять. Ну, что ж, так, конечно, уже, считай, 20 дней и целый месяц. Почти два месяца нету дождей. Это же катастрофа. И напоследок хотел что сказать. Вот у меня последний цыплюшечка вылупился из вывода. Вот эти яйца я проверять сейчас буду на просвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцатый я выкидывал. Из 80 с копейками 11 не вылезло. Сейчас буду проверять их. Вот она моя приспособа для вас копирования. Сейчас буду проверять. Ну, а это вот цыплятки. Вот они, цыпляточки, вылупились. Стук пятьдесятых здесь есть. Вон они все сидят. Цыпулечки. Сейчас посмотрю, сколько у них градусов тут. 35. Отлично. Вот они и черненькие. Видите? И вот такие есть. Чернушечки. И вот такие коричневенькие. И беленькие. И вот полосатые вот такие. Это они все, как братики-близнецы, похоже. А вот это будет, как вот эти Голоси, Герлоская Голосистка, типа. Вот они такие же были. Вон индишунчик. Все, отдыхают. Вывелись. Последнего я пересажу. Ну, их, конечно, на продажу у меня. А тут у меня утюльки. Вон они столпились, им страшненько. Там они, тут у них грязюка. Надо будет стирать тряпку, замачивать, менять. Вот они, тут вот один коричневый. Беленьких есть. И черненькие. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Еще будет очень много интересного. Нажимайте на значок. Заходите на мой канал. Буду всем рад. Пока-пока. 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 Продолжение следует...